Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. Я надеюсь, что сегодня мы таки завершим разговор о машине, которая ездит по ветру за счет силы ветра и быстрее, чем этот ветер. Такой ветромобиль месяц назад показал Дерек Малер на своем канале Veritasium. И между прочим, за это время он снял еще один ролик, о котором мы сегодня еще поговорим. А мы на эту тему тоже сняли четыре предыдущих ролика и в последнем из них мы подошли к ключевому вопросу, который мы с вами сейчас обсудим. Прежде всего я хочу напомнить вам, как устроен ветромобиль, показанный в ролике Дерека. Самое важное это то, что его пропеллер не вращается свободно, но жестко связан трансмиссией с колесами. Ветромобиль стоит неподвижно, на него сзади набегает ветер, толкает его, причем в основном толкает в пропеллер. Он начинает двигаться, колеса начинают вращаться и по трансмиссии передавать движение на пропеллер. Пропеллер вращается, отбрасывает воздух назад и создает дополнительную тягу. Конечно, самое интересное это то, когда ветромобиль достигает скорости ветра. Ведь в этот момент он неподвижен относительно воздуха. И многим кажется, что именно даже достижение этого состояния невозможно. Уж тем более его преодоление и дальнейший разгон. Но я сейчас покажу, что это не так и что разгон быстрее скорости ветра все-таки возможен. Для этого нам удобно перейти в систему отчета ветромобиля и считать, что он покоится, а земля налетает на него со скоростью v. Ну и когда ветромобиль разогнался до скорости ветра, вот эта скорость v это и есть скорость ветра. Ну можно представить себе, что колесо вращает электрогенератор, энергия передается по проводам, а здесь стоит электромотор, который приводит в движение винт. Важно, что есть передача энергии от колеса на винт. Откуда берется эта энергия? Ну чтобы генератор вращать, нужно преодолевать некоторое сопротивление. Ну давайте нарисуем эту силу и обозначим ее буквой f. Ну тогда мощность, которая вкладывается со стороны дороги в колесо, есть произведение скорости на силу. Ну дальше эта мощность передается. Ну и то, что в итоге вкладывается в отбрасывание воздуха, мне нужно эту мощность умножить на КПД. Значит у нас есть КПД трансмиссии, КПД винта. Я все эти коэффициенты полезного действия перемножу и представлю формулу в следующем виде. Значит вот есть мощность, которая вкладывается уже винтом. Значит она есть. Это коэффициент полезного действия умножить на v умножить на f. Ну и соответственно работающий винт создает силу тяги, которую я обозначу через f со звездочкой. Ну и чтобы ветромобиль разгонялся, нужно чтобы вот эта f со звездочкой была больше вот этой силы f. Ну тогда он будет дальше приобретать какое-то ускорение. И еще раз подчеркну, мы находимся сейчас в такой системе отсчета, в которой ветромобиль покоится и он покоится относительно воздуха, но пропеллер при этом работает и отбрасывает воздух за пропеллером назад. Ну и вот такую работу винта в режиме вентилятора, брать неподвижный воздух и отбрасывать его назад, я только что рассмотрел в предыдущем ролике про винт вертолета. И там была выведена формула, которая впервые получена Уильям Ранкином в модели, так называемой импульсной модели. Эта формула связывает мощность, которая вкладывается в работу винта и силу тяги, которую он создает. И эта формула выглядит вот так. Значит сила тяги есть корень кубический и из такого произведения удвоенная плотность воздуха на площадь, которую заметает винт и умножить на квадрат вкладываемой мощности. Ну и уже глядя на эту формулу качественно дальше мы можем понимать, что сила тяги при данной мощности может делаться больше и больше за счет того, что у нас есть еще один изменяемый параметр. Это площадь винта. Сделаем площадь винта побольше, ну и сила тяги превысит вот эту силу. И вот эту идею сделать винт побольше можно видеть уже в самой первой конструкции ветромобиля, построенного Эндрю Бауэром еще в 1969 году. Этот ветромобиль превысил скорость ветра на 20 процентов. А Бауэр тогда же написал и теоретическую статью в обосновании этой конструкции. Это 20 страничек на английском. И кому интересно, тот может этот текст прочитать. Ссылка на него находится под роликом. А еще мы можем посмотреть на огромные винты вертолета, приводимого в движение мускульной силы человека. Этот вертолет в 2013 году построили студенты Торонского университета. И он выиграл приз Сикорского, продержавшись в воздухе более минуты и при этом поднявшись на высоту более трех метров. Велосипедист, или лучше назвать его пилотом, вращает педали в удобном для него режиме, а винты вращаются в эффективном для них режиме с помощью трансмиссии. Ну и таким образом пилот поддерживает в воздухе свой вес и вес всей конструкции. А теперь мы немножко займемся математикой. Вот у нас формула для мощности, вот формула для силы тяги. Естественно, подставить первую формулу во вторую мы получаем вот такое выражение. Корень кубический из всего вот этого хозяйства, умножить на F в квадрате. И понятно, что это хозяйство тоже имеет размерность силы, и поэтому его можно обозначить темной буквой, пусть это будет греческая буква Фи. Ну теперь найдем полную силу, действующую на ветромобиль. С одной стороны это сила F со звездочкой, а полную эту силу я обозначу давайте тоже буквой Пси. Значит, Ф со звездочкой это корень кубический из Фи умножить на F в квадрате. Ну и надо отнять силу F, действующую на колеса. Значит, сила Пси получилась функцией, зависящей от силы F. Ну и давайте нарисуем график этой функции. Пси от Ф. Ясно, что в нуле она равна нулю, потому что оба выражения равны нулю, потом она растет, а потом, когда Ф сравнивается с Фи, здесь у нас под корнем Ф в кубе, значит, Ф минус Ф ноль. Значит, вот есть вторая точка, где значение функции равно нулю, здесь она идет вверх, а потом уходит вниз. И у нас есть такое значение F, при котором полная сила Пси максимальна. Ну и чтобы его найти, надо продифференцировать Пси по F. Кто умеет это сделать, тот пусть сделает, остальные меня просто послушают. Значит, и оказывается, что производная равна нулю, ну и соответственно функция Пси принимает максимальное значение, когда сила F составляет 8 двадцать седьмых от Фи. Ну, соответственно, сила тяги Ф со звездочкой. При этом равняется 12 двадцать седьмых Ф, она больше, и их разница, ну, собственно, Пси максимальная. Есть 12 минус 8, 4 двадцать седьмых Ф. Вот это максимальная сила, которая будет двигать автомобиль. Так что выгодно устроить трансмиссию, винт и все остальное таким образом, чтобы обеспечивались именно вот эти значения. Тогда автомобиль, который сейчас едет со скорости ветра, будет разгоняться, причем будет разгоняться максимально эффективно. И тем самым я считаю, что в вопросе о том, возможен ли ветромобиль, который едет со скоростью ветра или быстрее ветра, мы поставили точку. А тем временем, Гелик Маллер на своем канале снял второй ролик, в котором он рассказал, как заключил пари об этом самом вопросе про ветромобиль с профессором физики Александром Кусенко и выиграл его в присутствии двух именитых секундантов. Паре было заключено на десять тысяч долларов, и эти выигранные десять тысяч денег решил вложить в призовой фонд конкурса роликов, которые по положению должны ясно и творчески раскрывать сложные и контр-ритуитивные концепции в науке, технологии, инженерии и математике. Но мало того, что они должны это делать, эти ролики длительностью должны быть не более одной минуты. Представьте себе, как это непросто сделать. Ну и мы с Алексеем подумали и поняли, что мы в этом конкурсе, конечно, будем участвовать. И какое-то количество вот этих роликов сделаем, ну а вы, соответственно, будете первыми зрителями этих роликов. Если у вас есть какие-то идеи для нас, и вы хотели бы, чтобы мы попробовали на эти идеи посмотреть, ну тоже можете их нам сообщать. Ну, если понравится, возьмемся и сделаем. И не забудем вас упомянуть, даже в таком коротком ролике на одну минуту. Но есть еще одна идея. Быть может, вы хотите снять свой ролик на такую тему? Ну тогда смотрите. Вот у нас есть канал, как площадка, где можно такой ролик показать. Вы можете его снять, нам прислать, мы его разместим. Ну и если ваш ролик выиграет, приз, первое место, пять тысяч долларов, второе три тысячи, а третье две тысячи. То, ну то, что останется там после выплаты налогов. Оно будет ваше, так что можно участвовать. И я предлагаю попробовать это делать. А теперь я вернусь к физике, которая нас не оставляет. Потому что, хотя мы ответили на принципиальный вопрос о ветромобиле, но там остался еще один вопрос, быть может, более теоретический, но напрягающий нас очень сильно. И сейчас я вам о нем расскажу. И это будет вопрос про энергию. Между прочим, мы его уже задавали в конце третьего ролика. И по этому поводу я получил частное письмо на английском от деятеля Ютуба, псевдонима которого ИТ. Если вы зайдете на его канал, то вы увидите много интересного. Там есть лекции 2009 года по поводу возможности ветромобиля и многое, совпадающее с тем, что мы здесь рассказывали, и что рассказывал Дерек. Есть там еще разные другие модели. В частности, я обнаружил модель, похожую на ту, которую построил Андрей Кузнецов, с косым парусом и отражением частиц от этого паруса. Ну, и мы тут пообсуждали этот вопрос, но я понял, что я до конца не удовлетворен результатами этого обсуждения. А вопрос будет звучать так. Ну, давайте сначала рассмотрим ветромобиль, который едет со скоростью ветра, причем он едет сам с постоянной скоростью, мы знаем, что это возможно. Ну, и мы будем смотреть на все процессы из системы отсчета, ну, так сказать, ветра и ветромобиль. Тогда у нас Земля наезжает на ветромобиль, энергия от Земли передается на колеса, колеса под трансмиссией передают энергию на винт, винт забирает воздух и швыряет его струей назад. Ну, и таким образом, в итоге, энергия Земли передается в энергию воздуха. Если считать, что КПД всех процессов был равен единице, ничто не запрещает нам это себе представить. То вот просто ветромобиль служит таким устройством по перекачке энергии с этой точки зрения. А теперь мы рассмотрим все то же, но в системе отсчета, связанной с неподвижной Землей. Теперь у нас, значит, и ветромобиль едет, и воздух тоже движется с той же самой скоростью. Энергетического взаимодействия ветромобиля с Землей теперь нет. Ну, поскольку точка соприкосновения, мгновенный центр вращения колеса, она неподвижна. Значит, нет обмена энергии с Землей. Будем продолжать считать, что КПД всех, значит, там, трансмиссий, винтов и прочих равен единице. Ну, что же у нас получается? У нас есть движущийся воздух. Ветромобиль забирает этот воздух какими-то порциями и останавливает его. Значит, кинетическая энергия воздуха вроде бы уменьшается. Спрашивается, а куда девается эта энергия? Она не передается Земле. Если мы считаем, что КПД трансмиссии и винта равен единице, то она не рассеивается в тепло. Ну, и просто непонятно. Как бы у нас нет баланса энергии. Но этого же не может быть. Ну, и вот в этом месте мы с Алексеем очень сильно застопались. Ну, так и похоже, что мы какое-то объяснение нашли. Но, вот честно, я не хочу его пока рассказывать. А хочется, чтобы вы тоже над ним подумали. Ну, тем более, что я не уверен, что мы стопроцентно правы. Поэтому ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на Ютубе. Ну, и не забывайте про наши предложения насчет участия в конкурсе канала «Веритасиум». Спасибо вам за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»